Вы смотрите деловую программу «Ресурсы» в студии Эльвира Найманбаева. Ближайшие пять минут обзор международных экономических новостей. Руководство Европейского Центрального Банка обсудит предложение о принятии широкой программы покупки активов, включая гособлигации стран Еврозоны на следующем заседании, которое состоится 22 января, сообщил Бломберг со ссылкой на источники в банке. Однако, по их информации, детали программы пока не разработаны и будут зависеть от текущей обстановки европейской экономики. Но в нее точно не войдут акции. Против количественного смягчения резко выступает Германия, представленная в ЕЦБ главой Бундесбанка Йонсом Вайдманом. Однако, в ходе выступления глава Европейского Центробанка Мария Драги подчеркнул, что для принятия решений руководству не обязательно выступать за него единогласно. Многие аналитики ожидают от ЕЦБ поддержки в виде количественного смягчения и говорят, что на такой шаг руководство банка может пойти уже в первом квартале следующего года. Продолжение следует... Индекс, по-видимому, достиг своего нижнего предела с большей степенью вероятности к повышению в ближайшие месяцы, прогнозируют аналитики. После периода волатильных цен в последние годы он достиг уровня августа 2010-го. Индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель изменения за месяц международных цен на корзину пяти продовольственных сырьевых товарных групп. Зерновые, мясо, молочные продукты, растительные масла и сахар. Отмечу, цены на зерновые значительно выросли впервые с марта, в основном по причине далеко не идеальных условий для роста недавно посеянных культур в странах Северного полушария. Цены на мясо оставались стабильными в ноябре, хотя цены на говядину и большинство других видов мяса находятся на исторических максимумах. Между тем, потери мировой экономики от проблем, связанных с климатом, за последние 10 лет увеличились с 50 до 200 миллиардов долларов. В перуанской столице Лимии прошла конференция по изменению климата. Эксперты отмечают, что ущерб от климатических явлений негативно отразился на инвестициях в дорожное строительство, системы орошения, госбольницы и в целом были поставлены под угрозу положительные тенденции развития Латинской Америки. А на мировом уровне за последние годы число жертв стихийных бедствий превысило 700 тысяч человек. Более полтора миллиарда человек пострадали от стихийных бедствий в той или иной форме в мире. По подсчетам, с 2008 по 2012 годы 144 миллиона человек были перемещены из-за таких бедствий. Рассказал Хулио Гарсия, представитель программы ООН по международной стратегии уменьшения опасности бедствий. Преступления в экономической сфере нанесли немецким предпринимателям в этом году ущерб на сумму около 80 миллиардов евро. К этому выводу пришли авторы исследования проведенного аудиторской компанией KMPG, сообщает немецкая волна. Эксперты заявляют об огромном росте числа жертв экономических преступлений. Последние два года от них пострадало каждое третье предприятие ФРГ, среди крупных – каждое второе. Наиболее частыми правонарушениями являются кража и присвоение чужого имущества, а также мошенничество и злоупотребление доверия. Примечательно, что большинство преступлений совершаются сотрудниками самого предприятия. Японская компания Sony готовится выйти со своей игровой приставкой PlayStation на китайский рынок, где долгое время действовал запрет на продажу игровых консолей, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их словам, Sony начала рассылать приглашение журналистам на пресс-конференцию, которая состоится в следующий четверг в Шанхае. На этом мероприятии компания предположительно обнародует дату начала продаж PlayStation 4 в Китае, а также цены на эту приставку. Власти КНР отменили запрет на продажу на ее территории приставок, произведенных за границей только этой весной. Первой на перспективный рынок вышла Microsoft. Продажи ее консолей Xbox One стартовали в сентябре. И на этом у меня все. Напомню, что наши выпуски доступны на официальном сайте 24.kz. Читайте нас также в социальных сетях. Пусть ваши ресурсы никогда не иссякают. До встречи! Продолжение следует...